В этом году Владимир Путин впервые к диалогу с россиянами подошел не один, а в компании министров и губернаторов. Они на своих рабочих местах следили за происходящим по конференц-связи и были готовы ответить на касающиеся их вопросы. Наготове был Рустам Мениханов, но его помощь не потребовалась. Вы тогда сказали, полоса серая. Как и в прошлые годы, начали с глобальных тем и ситуаций в экономике. Сегодня Владимир Путин ответил, что в стране наметился рост по ключевым показателям. В какой полосе мы сейчас находимся, мы двигаемся в сторону устойчивого белого цвета. За годами общение с Владимиром Путиным становится все более мультимедийным. Теперь не только звонят, пишут смс и отправляют видеообращения. В этом году из Татарстана пришло несколько таких. О судьбе татарского языка, строительстве мусоросжигательного завода, генплане Казани, а мальчик из Бугульмы попросил отремонтировать его школу. Дойдут ли их обращения до адресата, сегодня у телевизора следили жители казанского поселка Большие Клыки. Люди переживают, что по новому генплану их дома из строительства дороги могут снести. Надеемся, что наше обращение дойдет до главы нашего государства. Ожидаем, что он возьмет под контроль данный вопрос. Этот вопрос в эфире не прозвучал. Из гуще обращений со всей страны озвучили тревогу татарстанцев по поводу роста цен на бензин. Сообщение из Татарстана. Вчера было 39, сегодня уже 41. Владимир Путин ответил, что он тоже недоволен этой ситуацией. Это недопустимо, это неправильно, но надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования. Вызванные на связь члены правительства ответили, что меры уже приняты. Мы 30 мая договорились с нефтяными компаниями о замораживании цен. На экране в студии появился еще один вопрос Татарстана о низких закупочных ценах на молоко. На него в эфире не ответили. Как сообщили, по итогам первого часа общения по количеству обращений и комментариев татарстанцы оказались третьими после Москвы и Санкт-Петербурга. А на третьем месте республика Татарстан. Еще один острый вопрос касающийся республики о строительстве мусоросжигательных заводов. Владимир Путин поддерживает появление в стране этих предприятий. Речь, безусловно, идет не о каких-то керосинках, которые только ухудшают экологическую обстановку при сжигании отходов. А речь идет о предприятиях самых современных с новейшими технологиями. Владимир Путин рассказал, изменения в налогообложении будут, но повышение НДФЛ не планируется. То есть фискальный результат почти нулевой, а шума много. И ухудшение в целом инвестиционного климата очевидно. Поэтому признано это нецелесообразным. Всего к исходу четырехчасового общения Владимиру Путину пришло более двух с половиной миллионов обращений. Как заверил президент, все, что не вошло в эфир, без внимания не останется. Дмитрий Айринин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин